Что такое женская красота? На этот вопрос каждый ответит по-своему. И по-своему будет прав. Кому-то нравятся брюнетки, а кто-то предпочитает блондинок. Когда-то в моде были пышнотелые дамы. На смену им пришли девушки с мальчишескими фигурами. Сегодня по подиуму ходят модели 90-60-90, а в прессе пишут о дамах плюс сайз. Мода настолько изменчива, что за ней не угнаться. И не стоит этого делать. Женская красота не в форме лица, не в фигуре, не в одежде, которую она носит, и не в прическе. Она в ухоженности и здоровье. Я за естественную красоту. Это однозначно. Но любая женщина любого возраста хочет быть ухоженной и красивой. А это невозможно сделать как без помощи специалиста. Потому что она не всегда правильно оценивает состояние своей кожи и может правильно подобрать домашнюю косметику, которой он вам пользуется. И естественно правильно выбрать процедуры, которые помогут ей выглядеть красиво, молодо и естественно здоровой быть. Татьяна Баранова в индустрии красоты уже 10 лет. Она не просто косметолог, она косметолог-эстетист. И она знает, как помочь многим девушкам и женщинам стать еще более привлекательными, обрести уверенность в себе и чувствовать себя на миллион. А вот главное правило успеха в данной профессии – любить свою работу. Не зря говорят – сделай свое хобби работы и тебе никогда больше не придется работать. В самой косметологии я около 10 лет. Но вначале это было больше как хобби, дополнительный заработок. А уже профессионально, это около 5 лет я полноценно работаю, пришла приносить пользу. Пользу, красоту и помогать людям быть здоровыми и красивыми. Я люблю свою работу, мне нравится приносить пользу своим клиентам. Я вижу отзывы от них, что они ко мне возвращаются, приходят по рекомендации. И это окрыляет, это заставляет дальше повышать свою квалификацию и внедрять какие-то новые процедуры, которые помогут клиентам выглядеть еще лучше. Еще вчера в моде были пухлые губы, как у Анжелины Джоли. Форма лица, как у Рины Шейк. И фигура, гитара, как у Ким Кардашьян. Но стандарты красоты уже поменялись. Сегодня пришла мода на естественность. Но есть и исключения из этого правила. Увеличение губ бывает разное. То есть, есть от природы красивые, ровные, симметричные губки. А есть девушки, которые комплексуют очень сильно. То есть, есть асимметрии, есть какие-то недочеты. И естественно, для кого-то это кажется малость, а для другого она увеличит губки и сделает чуть-чуть себя лучше. Но при этом она почувствует себя намного увереннее. У наших брестских девушек и женщин понятие красоты свое. Красота, ну конечно, это в первую очередь поддержание здоровья. Это красота, она идет изнутри. И чтобы ее поддерживать наружу, я считаю, нужно ходить к косметологу. Обращаюсь к косметологу регулярно. Стараюсь, конечно, раз в месяц посещать. Делаю процедуры, чтобы поддержать свою естественную красоту, скажем так. Каждый человек красив по-своему. Красота для меня это когда у тебя гармония внутри, хорошее здоровье и когда окружают хорошие, гармоничные, красивые люди. Помимо косметолога обязательно нужно ухаживать за кожей. Ну, это имеет место быть обязательно. Я хожу в эту студию уже полгода и я вижу, что здесь есть хорошие косметологи и хочу попробовать в ближайшее время что-то сделать для себя. Может быть, начать с массажа, а дальше уже что мне порекомендует специалист. По критериям, качественная работа, быстро и ну что еще? Красиво. Любовь к красоте – это вкус. Создание красоты – это искусство и этим правилом брестские красавицы пользуются уверенно. Понимая, что и без уколов красоты, ботокса и имплантов они самые красивые и привлекательные, знают себе цену и, конечно же, выглядят на всем 200%. Спасибо.